Сразу хочу сказать, что акцент делается на слове «управление». Анализируем вопрос управления. Мы понимаем, что в настоящее время управление пространственным развитием сосредоточено в правительстве Российской Федерации и строится оно по отраслевому принципу. И, по крайней мере, та команда, которую я представляю, согласилась с тем, что это и является одной из существенных причин тех неудач, которые постигают документы пространственного развития, стратегии, в частности, пространственного развития. Чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию, нам нужно поменять, преодолеть отраслевой подход к управлению пространственным развитием. Анализируя принцип работы правительства, мы не находим возможности в рамках существующей структуры правительства, которая только что утверждена. И мы обратили внимание на то, что администрация президента имеет тоже очень существенные для нас интересные функции. В том числе управление внутренней политикой, а наше представление о том, что пространственное развитие есть некая производная функция от внутренней политики. Соответственно, помимо внутренней политики, есть вопросы безопасности, есть совет безопасности. И все вопросы вообще безопасности связаны с работой администрации президента. Поэтому нам представляется, что в нынешней ситуации это было логично отнести к соответствующей структуре полномочий. Если говорить о выборе тех структур, которые имеются, возможно, как один из вариантов для формирования некой вертикали управления и для формирования, собственно говоря, такого проектного центра, который мы назвали «Федеральный центр компетенции», мы предлагаем в том числе использовать институт полпредов по федеральным округам, полпредов президента, и либо на их базе, либо с их участием формировать такой центр. Соответственно, он бы мог существовать на федеральном уровне, закрывать в своей работе макро-региональный уровень, который мы считаем, что может быть тождественным федеральным округам. Дальше идут мезорегиональные и региональные уровни, которые, в моем представлении, могут быть в каких-то ситуациях объединены и хорошо ложатся в идею, что они будут подчиняться полпредам. И муниципальный уровень нижлежащий. То есть, тем самым, задача пространственного развития будет пронизана на все уровни управления страны, и подчиняться соответствующей структуре администрации президента. Для того, чтобы реализовать, что нужно сделать? Принять нормативно-праровой акт о перераспределении части полномочий между правительством Российской Федерации и администрацией президента и наделить соответствующей структурой либо полпредства, либо какие-то другие структуры соответствующими функциями. В качестве формата это, соответственно, федеральный центр компетенций в сфере управления пространственным или просто в сфере пространственного развития. В качестве технологии это радикальное развитие системы в ГИСТП, и там существенная часть это создание или формирование макрозонирования в масштабах страны, потому что на сегодняшний момент основная претензия, по крайней мере, с моей точки зрения, заключается в том, что пространственное развитие складывается из суммы региональных стратегий, региональных документов, а на федеральном уровне единого представления достаточно слабо выражено. Поэтому, если существует система федерального зонирования, она будет как бы матрицей для вкладывания региональных документов. И я бы хотел своих коллег пригласить для продолжения, потому что тут есть еще материалы, которые они должны были тоже защитить, и я их не вижу. Вот так, пожалуйста, пожалуйста. Прошу вас. Я так понимаю, еще две идеи. Они на самом деле являются продолжением, мы не в противоречии друг другу. Отлично. Да. У нас наш третий слайд. Мы в продолжении того, что говорила предыдущая группа. Значит, идея у нас какая? Мы исходили из того, что вы представьте, вы человек, который управляет этой системой. Вот что бы вам вы хотели бы видеть в этой системе, и как бы вы хотели бы, так скажем, это визуализировать. И вот у нас родилась такая идея, что, вот просто представьте, вы сидите, управляете территорией, как глобально, всей страной. Ну, или, по крайней мере, мы наверху этой пирамиды, условно, да скажем. Так оно и есть, да? Чего уж не скрывали. Так вот, у вас есть некая, некая платформа, основанная на искусственном интелленте, где вы открываете, например, карту России, и там у нас вот вторая группа предложила смотреть не только через призму России, да, еще это стран, которые находятся рядом с нами. И, когда вы вот это видите, то вы можете, она, вернее, эта карта, эта платформа собирает все актуальные проблемы, ресурсы из регионов. Как это делается, это можно сделать по механизму первой группы, как она предложила. Да, то есть она аккумулирует все вот эти знания, данные о территориях и потребностях от даже простого человека. То есть любой человек, например, любой гражданин там некого поселка может внести некие свои данные в эту платформу и там отражаются. Так вот, и предположим, ну, вот такой просто простой пример. Вы решили податься тому, что предложил Назарбайр, и говорите, мы хотим объединить черный вы вносите это на эту платформу и говорите про окно, что произойдет через пять лет. И она вам выдает, что через пять лет произойдет с экологией, с населением, с культурой, с экономикой данного региона, где это будет проложено. Или, наоборот, идем отобратно. Перед вами стоит цель. Да, например, скажем, вам позвонил Владимир Владимирович и говорит, слушай, вот там в Якутии сейчас уровень счастья ниже требуемого уровня. Надо повысить на десять процентов. Я так выгляжу. Нет. Я условно, я люблю чьи, у тебя там часто бывают. Так вот, и вы, ну, вносите туда, надо повысить уровень счастья на десять процентов. И вам сама система говорит, что нужно сделать для того, чтобы это там появилось. движение это существует. Вот примерно такая идея. Как мы видим, когда это может быть, по нашим прогнозам, примерно к 2020 году такая уже может платформа появиться. На законодательном уровне что должно быть? Это должен быть некий создан, но как мы видим, она должна искать и стратегика развития территории, вообще стратегии России. Потому что, если этого нет, то смысла вот этого всего нет. Вот. Ну и второго у нас как появится законодательный акт, должен появиться, что мы должны, ну по сути, в какой степени доверить искусственному интеллекту вот эту вещь. Потому что, ну по сути, он начинает нами уже в какой степени управлять. Права. Хотя это уже и происходит, да, то есть, но тут такой уже некий договор. Ну законит, правда. Вот. Да. И вторая группа, да, тоже прошу, они, ну по сути, все об одном, у нас просто фокусы немножко разные. Фокусы, это как в цирке, да? Да. Добрый вечер. Несколько дополнений к тому, что уже говорили коллеги и акценты. Значит, первое, необходимость расширения рамки нашего объекта управления. Бессмысленно, когда Китай реализует у нас шелковый путь, делать вид, что мы занимаемся стратегией развития России, а Китая нет, это смешно. Первый шаг, который мы предлагаем, дальше надо думать. При комиссии ЕАЭС создать орган, который, ну по аналогии с Россией, предложит нашим партнерам заниматься совместной стратегией развития. С Китаем можно, у нас, слава богу, тоже есть пара соглашений, по которым можем сделать этот же ход. Ну, ИДИ и так далее. Почему это важно? Потому что мы представляем себе, глядя вовнутрь, Россия глобальный игрок, и безопасность России зависит только от того, как мы будем совместно осваивать Арктику или воевать, и так далее. ИДИ и так далее.